День тех, кто безвозмездно предоставляет кровь для спасения человеческих жизней, отмечает сегодня во всем мире. Где хочу, там не торможу. Водители маршрутных такси за остановки в неположенном месте будут штрафовать. Древние аулы на грани исчезновения. О старожилах села Чадоколопт и Ратинского района сегодня в выпуске. Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам строительства школ в СКФО. Округ со специфичной демографической ситуацией, по словам вице-премьера страны, заслуживает особого внимания в вопросе образования. Во Владикавказе собрались главы Северокавказских республик. Дагестан на совещании представлял премьер-министр республики Абдусамат Гамидов. В ходе совещания премьер отметил актуальность проблемы доступности качественного школьного образования на Северном Кавказе. По словам Медведева, нехватка школ напрямую связана с демографической ситуацией. Мы рассматриваем эту тему отдельно, потому что на Кавказе своя специфика. Прежде всего, конечно, она связана с демографической ситуацией. Здесь рождается много детей, живет много молодежи. И социальная инфраструктура должна соответствовать их потребностям. Особенно это касается сферы образования. Премьер также обратил внимание участников совещания на тот факт, что в СКФО проживает почти десятая часть всех школьников страны. Было отмечено, что в регионе по-прежнему существует проблема трехсменного обучения. Так, в 2016-2017 учебном году в трехсменном режиме и учились более 7 тысяч учеников. Дмитрий Медведев также напомнил, что проблемой трехсменки правительство России плотно занимается с 2014 года. В этом году на строительство новых школ в Северокавказском округе предусмотрено в общей сложности более 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Планируется, что это позволит создать еще около 14,5 тысяч мест. Тем не менее, по оценке, которую делали наши профильные ведомства и министерство наше по делам Кавказа, для решения проблемы требуется почти в четыре раза больше новых учебных мест. Порядка 57 тысяч. По количеству рабочих учебных мест мы еще поговорим, эти цифры нужно точно сверить. Но, видимо, все-таки масштаб проблемы, он где-то близкий. Это не менее 114 новых школ и довольно значительное число капитально реконструируемых школ. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева в свою очередь добавила, что сегодня также идет строительство новых школ в республиках Северного Кавказа. Степень готовности объектов разная. Также Васильева сообщила, что министерство образования представило в Минфин предложение о дополнительной потребности субъектов Российской Федерации в средствах федерального бюджета в размере 10 миллиардов. Данные средства будут направлены, я сейчас подчеркиваю, в 23 региона на строительство и выкуп 35 объектов образований общей мощностью 18 300 мест. Из них 4 региона СКФО. Это Дагестан, Ингушетия, Ставропольский край, Чеченская республика, где планируется построить, приобрести 9 новых объектов образований общей мощностью 5 144 места. Отметим с 2013 года в Дагестане введены в эксплуатацию 32 новых корпуса общеобразовательных организаций, в том числе и в 2017 году три школы. В то же время постоянно растет численность учащихся, только за последний год она увеличилась на 7 тысяч человек. Высокая рождаемость приводит к ежегодному увеличению контингента первоклассников, что влечет за собой перегруженность школ в крупных городах и пригородных населенных пунктах. В прошлом году в Дагестане насчитывалось 16 школ с трехсменным режимом обучения. Абдулла Алиеватик от Магомедова Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Владикавказ. Остановить где удобно водители общественного транспорта уже не смогут. Теперь остановки будут осуществляться исключительно в местах для того предназначенных, иначе водители рискуют быть оштрафованными. Рейд по соблюдению правил перевозки пассажиров провели сотрудники ГАИ. Подробности Ларьяна Шамхалаева. Правила дорожного движения диктуют не только, как должно перемещаться транспортное средство. Они касаются и вопросов, где допускается останавливать автомобиль, а где это запрещено. По словам инспекторов, водители самого популярного общественного транспорта в Дагестане маршруток продолжают упорно игнорировать запрет на остановку в местах для этого не предназначено. Каждый водитель, осуществляющий перевозку пассажиров в городе Махачкале по утвержденным маршрутам обязан посадку, высадку пассажиров производить только на остановках, которые утверждены согласно геймплана города. Зачастую наши водители и граждане очень несерьезно к этому вопросу относятся и поголовно нарушают данные требования закона. Автомобилист с 12-летним стажем. Рад бы и не нарушать правил дорожного движения, но уж очень переживает, что это негативно скажется на заполняемости маршрута и, соответственно, на его зарплате. 12 лет работаю, потому что люди не стоят на остановках. И все, пустые ездим потом. Мнение пассажиров на этот счет неоднозначное. Большинство отказались давать комментарии. Однако в целом выразили скорее недовольство. Водитель, почему вы останавливаете при установлении? Вы знаете, что вам идет страх? От безделья получаете? Я без денег, я без грамотности. Вы три метра на остановку, три метра пройдите. Когда у меня пророчено будет? Будем наказывать. Фразу «брат, притормози, где удобно», скорее всего, мы уже не услышим. Конечно, если извозчик не пожелает быть оштрафован на 3000 рублей и лишится прав. Напомню, ранее попытки ввести в столице правила остановки общественного транспорта, строго отведенных для этого пунктах были провальными. Надзорные органы настоятельно призывают водителей и пассажиров добиться исправления ситуации на дорогах. Ларьяна Шемхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. 14 июня во всем мире отмечается День донора. Цель праздника – осведомить людей о необходимости безопасной крови и ее продуктов, а также выразить благодарность донорам, оказывающим помощь тем, кто в ней нуждается. Алина Хасамбекова расскажет о донорстве в Дагестане. Ежегодно в Республике Дагестан заготавливается в среднем 12 тонн крови. По словам специалистов, это вполне достаточно для обеспечения лечебных учреждений региона. Такая цифра стала возможной благодаря донорам, которые безвозмездно и добровольно сдают кровь и тем самым помогают спасать жизнь. На сегодняшний день это где-то 500-600 доноров. Это активные, то есть это люди, которые сдают кровь 4 раза в год, не менее 4. Но надо отметить, что у нас доноры все безвозмездные, то есть у нас доноры не получают плату за кровь. Единственным поощрением их является присвоение после 40 кроводач и 60 плазмодач присвоение звания почетный донор России. И другое, что не во всех странах, кстати, существует, это поощрение в виде отгулов, предоставление двух дней отдыха. Сам процесс сдачи крови простой и недолгий. Придя в Центр переливания крови со всеми необходимыми документами, в первую очередь это паспорт, человеку, достигший 18 лет, сначала необходимо заполнить анкету. После регистрации донор проходит в клиническую лабораторию, где предварительно проверяют группу его крови, резус-фактор и гемоглобин, а затем подбирают дозу сдачи крови и направляют в операционный блок. Как часто вы сдаете кровь? Кровь сдаю каждые два месяца, но бывает иногда, что плазму сдаю, это бывает каждые две недели, иногда плазма, иногда АСП-плазма, АСП-плазма каждую неделю можно сдавать. Ну, у меня обычно бывает, что только кровь сдаю, и всё, каждые два месяца. Переливание крови – неотъемлемый элемент оказания неотложной медицинской помощи. Ежегодно в мире регистрируется около 108 миллионов донаций крови, примерно половина из которых приходится от страны с высоким уровнем дохода, где проживает 15% населения мира. Алина Хасамбекова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Обучение чтению Корана всегда было важной необходимостью для всех мусульман. С детства основам ислама обучают старшие представители семьи, но профессиональный подход в этом искусстве обеспечивают учителя. Так, в женском образовательном центре «Гидаят» организованы летние курсы для детей и женщин по обучению основам ислама, чтению Корана и намазу. Как проходит занятие, узнавал наш корреспондент Зумруд Гамидова. Расположенный в столице Дагестана центр пользуется большой популярностью. Все его аудитории постоянно загружены. Основы религии, правильное совершение намаза и другие уроки, относящиеся к религиозным наукам, проводятся в образовательном центре совершенно бесплатно. Женщины приходят со своими дочерями, ведь для каждой мусульманки важно обучить свое чадо основам религии. Однако у родителей не всегда есть время и возможность заниматься образованием детей. Занятия проводятся и в группе, и индивидуально. В удобное для учениц время. Хадижа Джабраилова живет в Санкт-Петербурге. До возвращения на родину в летнее время посещает центр вместе с дочкой. У меня три девочки с ними вместе хожу. В прошлом году тоже ходили летом. Правда, мало, потому что мы приезжие, с Питера приезжаем. И вот когда приезжаем, очень удобно летом, что курсы здесь, и можно ходить с детьми вместе. Детей и взрослых в центре обучают правильно совершать намаз. Полный курс обучения составляет три года, но все зависит от пожеланий и возможностей учениц. Многие хотят, например, только научиться читать Коран, что занимает около трех месяцев. Кроме того, на базе центра располагается студия иностранных языков, где можно обучиться английскому и арабскому языкам у преподавателей с большим опытом работы. Здесь обучают намазу, основам религии, этикам мусульмана, также чтению Корана. Есть также продолжающие группы, которые в прошлом году проходили, в предыдущие годы. У нас также занятия проходят с 11 часов до 2 часов дня. Это детские группы. Есть еще, сейчас летом открылись, и в течение года продолжаются индивидуальные курсы с 11 часов до 6 часов вечера для тех, кто работает, кто учится и так далее. Они приходят, получают свои занятия, уроки, те, которые они желают. Несмотря на свой юный возраст, Марьям уже достигла немалых успехов в изучении священной книги. Сейчас она уже немного говорит на арабском и считает это долгом каждой мусульманки. А потому что каждый мусульман должен это учить, чтобы читать Коран и правильно молиться. Стоит отметить, что для того, чтобы прийти в Центр, не обязательно соблюдать определенный дресс-код. Посещение Гидая доступно для всех желающих. Аулы высокогорного Дагестана заметно опустошаются. Люди покидают районы, стремясь к жизни в крупных мегаполисах. Но, как правило, всегда находятся те, кто покидать свою малую родину, несмотря ни на что, не намерен. Так и героиня нашего следующего сюжета, бабушка Каримат, жительница села Чадоколоп Талертинского района, убеждена, что никакие цивилизации не заменят прекрасной сельской жизни. По руинам старого села, где когда-то буквально кипела жизнь, прошлась наша корреспондент Ума Ибрагимова. Еще одну свяжу тебе. Самая старая жительница села Чадоколоп Талертинского района. Каримат Халилова не знает ни одиночества, ни отсутствия заботы. Счастливая бабушка 12 внуков уже с трудом передвигается. Но свои 84 года она все еще продолжает заниматься своим любимым делом – вязанием. Вяжу внучкам. В основном Мария Тимодини Салихат. Салихат пыталась особенный узор сделать. Она любит. Сложно вязать? Сложно, конечно. Рука знаешь, как устает. Уже не могу. Много времени это занимает? Не то чтобы. Я вот одну пару за несколько дней могу связать. После замужества Каримат Халилова вместе с супругом переехала в соседнюю местность Хордоколоп Талертинского района. Жили молодые обособленно. Дом находился у дороги. Когда они жили в Хордоколоп, у них останавливалось очень много путников. И поэтому она рассказывает нам очень много разных историй. Гостям из соседних аулов и городов Каримат всегда рассказывает удивительную историю села Чадоколоп. История его прежде всего связана с построением домов. Аул не был густонаселенным. Жители строили дома очень близко, словно друг на друге. Однажды пожар уничтожил все село. Отсюда и его название. Село переименовали в Чадоколоп. Это переводится с нашего диалекта как «горящий хутор». Потому что Чад на нашем – это огонь. Жители долго восстанавливали село после пожара. Легенды. Им бабушка Каримат уделяет особое внимание. А в частности, истории о шейхе Исмаиле. Был он пастухом. Как-то односельчанин увидел среди его стада несколько волков. Мужчина удивился тому, что хищники и не думали нападать на отару овец. Молва разнеслась по всей округе. И жители решили, что шейх – колдун. Джамат изгнал его из села. Когда шейх Исмаил покидал село, он остановился здесь. Стукнул посухом, и на месте появился горный родник – святой источник. Так его называют местные жители. Особенность его в том, что из родника всегда зимой течет теплая вода, а летом холодная. Давайте же испробуем. Действительно, охлаждают. Шейх уехал в соседнее село Бишта, где и скончался. Причем, место нахождения его могилы долгое время оставалось для жителей Чудака-Лоба неизвестным. Мы находимся на месте захоронения шейха Исмаила. Сегодня добраться сюда было довольно-таки легко. Хотя зимой это сделать практически невозможно. Потому что с горы, которая находится напротив, сходит лавина. Она покрывает всю эту местность снегом. Но место захоронения шейха остается неприкосновенным. Сейчас могила шейха – это место паломничества. Бабушка Каримат – в числе тех жителей села, кто по возможности совершает туда зиарат. Ума Ибрагимова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Тлиаратинский район. А сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Абдуллы Алиева. В Дагестане провели массовую вакцинацию крупнорогатого скота против надулярного дерматита. Своевременная вакцинация домашнего скота позволит избежать вспышек опасных заболеваний, поскольку он наиболее подвержен заболеваниям с началом весеннего сезона. Надулярный дерматит причисляют группе одних из самых опасных вирусных заболеваний крупного рогатого скота. Махачкалинцы арестовали за хранение гранаты и патронов. Шамиль Гаджиев, подозреваемый в хранении взрывного устройства и боеприпасов, заключен под стражу по ходатайству прокуратуры Ленинского района города. Отметим, что ранний Ленинский районный суд города Махачкалы отказал в арести Гаджиева. В честь олимпийской чемпионки Елены Истимбаевой в Дагестане установят стелу. Монумент появится в селе Чувек Хибского района республики, где родился отец спортсменки Гаджи Истимбаев. Напомню, что ранний министр спорта Дагестана Магомед Магомедов говорил о том, что в скором времени стадион труд Махачкали будет носить имя Елены Истимбаевой. В дагестанском селе физик преподает русский язык, а инженер – историю. Данное нарушение законодательства об образовании выявила прокуратура Дагуспаринского района Дагестана. По требованиям прокуратуры директора вышеуказанных школ привлечены к дисциплинарной ответственности. Наказание в виде увольнения ожидает и учителей, которые преподавали предметы, не имея соответствующей квалификации. И завершение курс валют на завтра. Доллар составляет 57 рублей 3 копейки, евро 63 рубля 94 копейки. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще больше информации вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!